Здарова всем, ребята! Ну чё, вы ждёте новогоднее обновление? Так вот, прямо сегодня я вам расскажу всё про новогоднее обновление и даже покажу. Братишка, если ты ждёшь обновление, прямо в эту секундочку, прожимай лайкусик, обязательно подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. И да, ещё, посмотри видео без перемоток, потому что, ребята, сегодня я расскажу обо всём. Первое, про даты обновления, второе, про то, что будет в этом обновлении, третье, про подарки. Да-да, вам не послышалось, именно по подарки, поэтому, ребята, моим совет, представьтесь подобней, а мы начинаем! Ты ещё не слышал про матрёшку? Тогда залетай ко мне, это самая чумовая игра про Россию с крутыми тачками и девочками. Здесь нет никаких ограничений, и никто не говорит, что тебе делать. Стань тем, кем ты всегда мечтал, наказывай преступников или возглавь свою собственную банду. Регай свой аккаунт с помощью ВК или Гугла, залетай на любой из множеств серверов. Пока игра качается, ты как раз засмотришь мой видос. А я тебя буду ждать на 10 сервере. И самое главное, не забудь ввести мой промик по ссылочке в описании, потому что ты получишь Мерседес через 2 часа игры. Жду тебя на матрёшке. Ну и первое, что всех интересует, когда же будет само обновление? Так вот, ребята, я вам скажу примерно точную дату. Обновление не выйдет раньше 25 числа. Зная разработчиков, они всегда всё задерживают. Надеюсь, хотя бы в этот раз, в этом году, новогоднее обновление выйдет плюс-минус вовремя. Поэтому, ребята, раньше 25 числа на него не рассчитывайте. Но есть одно небольшое но. Разработчики всегда заранее выпускают трейлер. А вот трейлер новогоднего обновления должен выйти уже очень-очень скоро. Давайте посмотрим, когда же вышел новогодний трейлер в прошлом году. Да, ребята, вам не показалось, это тизер обновления прошлогоднего. И разработчики выпустили 18 декабря. Просто взгляните, насколько же он крутой, потому что я уверен, что вы уже забыли, как же это было классно. Вы посмотрите на этот новый керамбит, вы посмотрите на этот новый режим. Разработчики реально красавчики. Я вам скажу даже больше. Каждый год новогоднее обновление это самое крутое обновление в году. Поэтому я надеюсь, в этом году разработчики тоже будут держать планку. И обновление будет насколько же крутым, как и в прошлый раз. Поэтому разработчики, я очень сильно на вас надеюсь. Ребят, давайте все прожмем лайк, если вы тоже ждете обнову. Ну и, конечно, у вас у всех только один вопрос. Слышь ты, рибопе-бонючий. А ну покажи, а что там будет в обновлении, ребятулечки? Не проблема, прямо сейчас вам покажу самую лучшую реализацию новогоднего обновления. Погнали смотреть. Ай-яй-яй-яй-яй, садичка, снимаешь? Ребята, просто посмотрите на все это. Насколько же это гениально. Блин, просто прожмите плюсы в комментариях, кто хотел бы, чтобы все это было правдой. Посмотрите, первое что я вижу, ребята, это гифтбоксик. Если нам подарят новый гифтбокс, как же это было бы круто, уважаемые разработчики. Пожалуйста, я хочу подарок. Так, ребят, давайте внимательно читать. Благодарим за игру СТР2 в течение этого года. За это вы получаете подарок честь событий Новый Год. Вот, уважаемые разработчики, я очень люблю подарки. Пожалуйста, подарите мне гифтбоксик. Блин, в прошлой году подарили этот Чарм гифтбокс, он вообще бесполезный. Хочу нормальный полноценный гифтбокс, с которого я могу выбить Керамбит Голд или Точки Хармони. Так, что же это у нас такое? Ага, это что-то наподобие бесплатного Голд Пасса. Вы верите в этот бесплатный Эксель Болд? Вообще, две несовместимые вещи, но тем не менее, разработчики могут добавить вот это. То есть мы выполняем разные задания, получаем баллы, и потом с эти баллы мы получаем скины из стендов. И это все на халяву. Как же это круто. Пожалуйста, разработчики, можно хотя бы один раз не добавить платный Голд Пасс. Я вас умоляю. Так, ребят, также достижение, достижение, достижение. Блин, очень прикольно, очень круто. Просто, ребята, прожмите два плюсика в комментариях, кто хотел бы, чтобы разработчики добавили достижение. Потому что я смотрю, реально, вот мне есть куча играть с стендов 2. Но если были бы какие-то задания, я бы выполнял эти задания. Ну, то есть это задания не те, чтобы в Пассе, а просто отдельно от них. И самое интересное, посмотрите, какие призы за все это. Например, замочите 5 игроков с гранаты, и вы получаете на халяву бокс. Бесплатный бокс. Блин, да это же круто. А прикиньте, если, например, там за вот это здание можно получить кейс? Что? Увернуться от 500 световых гранат в соревновательном режиме. И вы получаете на халяву, например, там какой-то райвл кейсик? Что? Не, ребят, это прям слишком идеально. Если честно, вот если бы добавили все эти достижения, хоть мне и голда не нужна, но я бы все равно все это выполнял. Дальше мы смотрим награды сезона. А, то есть мы можем посмотреть, что мы получили, за какой сезон и какую награду мы получили. То есть первый, второй, третий сезон. Реально очень круто. Блин, ребята, мне реально этот дизайн интерфейса нравится гораздо-гораздо больше. Так, теперь смотрим на статистику. И я вам скажу так, по статистике вроде бы как все как обычно, да? Ну типа я не вижу ничего сверхъестественного. А, а, а! А, посмотрите, под надписью сезон есть расширенная статистика. Что? Что это? Что? Это максимально детальная статистика, как вы отыграли в каком-то из сезонов. Блин, это же гораздо лучше, чем то, что находится сейчас. Гораздо лучше, блин. Это, это очень классно. И, уважаемые разработчики, пожалуйста, пожалуйста. Я жду. Добавьте все это. Если я, ребята, не ошибаюсь, то есть он сверху справа, кнопочка повтора матча. То есть, если в вашей карточке попался читак, вы просто кидаете разработчикам номер матча. Они сами его пересматривают. То есть, ничего записывать не надо. Видишь, что типа реально был читаком. И его банят. Блин, это гениально. Ха-ха-ха. Агасики, ребята, а вот это раздел почта. Что же это означает? Это означает, что вы можете просто зайти в сообщение и почитать почту. А что будет на почте? На почте будут всякие сообщения от разработчиков. Ну, например, мы сделали супер обновление, в котором мы пофиксили все баги мира. Ну, и так далее. Блин, посмотрите, как же это круто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, лайк за это. Потому что, например, я уже не помню, что было 3 года назад. Была бы почта, зашел бы старое сообщение и почитал. Было бы очень интересно. Так, ребята, ну а прямо сейчас мы посмотрим на новые режимы. Только надо меня подвинуть, я сильно большой. Ё-моё. Новый режим под названием Снежный Грохот. Такого режима мы еще не видели. Я очень надеюсь, что Axel Bolt добавит новый режим, новую карту и все будет очень классно. Кстати, посмотрите. Раздел настройка игры. То есть тут вы выбираете регион, длительность игры, возможность ничьи, урон по своим и грандом мэром. Ну это что-то наподобие кастомного лобби, но это будет немножко удобнее. Почему немножко удобнее? Потому что вы сразу это все настраиваете. То есть это будет гораздо быстрее. Ля, ребята, как же это круто. Возможность. Ну а прямо сейчас, ребята, я вам покажу еще одну реализацию новогоднего обновления. И знаете, что самое интересное в этом новогоднем обновлении? То, что тут есть гифтбоксик. Во мне показалось гифтбоксик. Так, ребята, внимательно смотрим. Просто внимательно смотрим гифтбокс. Как же это круто. Разработчики, пожалуйста, прошу, умоляю. Просто, ребята, давайте всем пишем хэштег. Разрабы. Добавьте гифтбокс. О-о-о, обалдеть, какие же тут крутые скины. Ха-ха-ха, новогодний гифтбокс. Блин, ребята, вот прям все максимально идеально. Если бы на халяву разработчики добавили что-то из этого, они реально многого не потеряют. Но они очень сильно порадуют нас, игроков стимлофа. О, Керандит, Голд Тайгер. Ого. Непогаденько, непогаденько. Прикиньте, ребята. И самое крутое, если это была бы какая-то Nemo's коллекция. Так, ну чё, смотрим дальше. Пока что, скажу так, очень круто. Мне всё очень нравится. Я хочу посмотреть, что же ещё интересного мы тут сможем увидеть. Возможно, какой-то новый режим, например. Ух, ля. Блин, снежный грохот, мы же уже и видели, не? Ля, ребят. А, тут мы прямо видим саму игру. Хорошо, смотрим, смотрим. Давайте почитаем описание. Похоже, Санта бронил свою волшебную шапку. Подберите её быстрее всех, чтобы получить по шапке. Ха, получить особой силой. Из-за каких-то других игроков снежками. Ведь они обязательно попытаются её отобрать. То есть, суть, как я понимаю, этого режима. То есть, то, что надо бросаться снежками. Это очень прикольно. Обалдеть, это всё ещё на карте Сакура. Что? Ля, ребята, ну просто красота. Просто красотень. Посмотрите на эту новогоднюю карту. Я уже хочу, чтобы настал Новый год, ребята. Я бы взял бы моего друга. Итак, головой прям снег. На. Такой, братик, с Новым годом. Ха, 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 обалдеть. Не, ну, ну прям идеальненько, идеальненько. Ребята, полёсцы комментарии. У кого привстал побежончик на это обновление. Ля, пушка-то какая. Та-то и всё. Ну прям ничего не добавишь. Эти гирлянды. Блин, вот от всех этих проблем в мире. Они так бы отвлекуло это новогоднее обновление. Я очень не знаю, что разработчики постараются. И вот, вот так вот оформят все карты в стенд-оффе. А не только одну карту сакура. Поэтому, уважаемые разработчики, мы очень сильно на вас надеемся. Ну, вы можете даже забавить платный гол-пасс. Я его даже куплю. Только, пожалуйста, сделайте все карты в стенд-оффе в новогоднем стиле. Чтобы, ну, была какая-то новогодняя атмосфера. Потому что этот год реально очень сложный, очень тяжёлый. Когда я вижу эту снежную бабу, я вспоминаю моё детство. Потому что я в детстве постоянно лепил этих снежных баб. А, ребята, а, кстати, да, мне это интересно. А сейчас современные дети лепят снежных баб. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, ребята, вам не показалось. Это прошлогодний-новогодний режим. Что я могу сказать по поводу него? Только одно хорошее. В прошлом году я его считал полным отстаном, в него не играл. Но я сейчас так смотрю, годик прошёл. Я уже и по нему соскучился, понимаете? Я думаю, не такой уж он и плохой. Реально было весело, прикольно поиграть. Хоть какой-то разнообразие. Хоть какая-то новогодняя атмосфера. Разойти там с тик-таком, азать его гриба-пеба-гриба-пинчом. И замочить его со спины. Снежком при том. Это очень круто и очень сильно подняло бы мне это, я думаю, и вам новогоднее настроение. А что думаете вы по поводу новогоднего режима? Напишите прямо сейчас в комментариях. Ну и что же, ребята, пришло время вам рассказать небольшую тайну. Я думаю, вы уже все заметили. Просто каждый заметил то, что я специально не беру медаль. Знаете, почему не беру? Потому что я хочу дождаться нового года. И самым первым нажать эту кнопочку и получить медаль. И получить первым же в мире, надеюсь, медаль ветерана 2023 года. Ха-ха-ха, как же это круто. Ну что же, ребята, прямо до сих пор проживите лайк, если вы ждете обновления. И подпишитесь на мой канал. Также более детальной информации вы найдете в моем телеграммчике. Ссылочки есть в описании. Пацаны, реально, придите по-братски, подпишитесь. Там очень много всего полезного. Обязательно пишите, куда хорошие комментарии. С вами был ваш Кентуха. Всем удачки. Всем пока!